Екатерина смотрит на свой дом из-за строительного забора, хотя въехать в новую квартиру должна была два года назад. Причиной задержки сдачи двух последних корпусов ЖК «Солнечная система» стала канализация. Временное сооружение, вот эту серую будку, изначально устанавливали только на период строительства, а после должны были переделать в полноценную подземную систему. Она считается временной КНС. И нас изначально не планировали сюда подключать, а планировали строить большую КНС, Урбан планировал. На момент банкротства Урбана не начато даже было. И куда бы подключали наши дома, непонятно было. В феврале месяце, подписав вот эту дорожную карту, было принято решение, что нас будут переключать к КНС «Аксон», которая находится в ЖК «Две столицы». В итоге вопрос так и не был решен. Подключение к соседней системе канализации в двух столицах обошлось бы в 130 миллионов рублей. А строительство новой стоило бы и того больше – 160 миллионов. В итоге решили модернизировать временную КНС в постоянную. Пока обдумывали пути, жители говорят, утекло немало воды, да и пришлось потратиться. Касаемо меня и всех дольщиков, у нас больше 90% – это ипотечники, которые сейчас вынуждены, все это время вынуждены платить ипотеку и снимать жилье. То есть это двойная материальная нагрузка, и приходится работать на двух работах, вот мне в частности. Год назад наша съемочная группа уже освещала проблемы этого жилого комплекса. Тогда вопросы у жильцов вызывали протечки в подвалах и подземных паркингах. Все эти события – звенья одной цепи. Когда застройщик обанкротился, вместе с ним исчезла и управляющая компания. А вот проблемы остались. И вот здесь вы можете видеть уровень влаги, воды, я не знаю, как это правильно называть, который появился и был на протяжении долгого периода времени. Мы получили кладовки вот в таком состоянии. Затопление происходит из-за того, что канализационные сети не обслуживаются должным образом. Как уверяют власти, дело должно сдвинуться с мертвой точки в ближайшее время. Проблемным ЖК теперь будет заниматься компания «Химкинский водоканал». Сейчас идет последняя стадия подписания необходимых документов. Достраивают эти дома на фонд защиты прав дольщиков. Технические условия на водоотведение, на канализацию этого жилого комплекса застройщик получал у другой организации ресурсоснабжающей, это ООО КЦИТО. Но, к сожалению, КЦИТО не смогло исполнить свои обязательства. И поэтому фонд защиты дольщиков обратился к нам, к нашей организации для присоединения к сетям городским канализованием. До конца года коммунальщики планируют разрешить проблемы и запустить КНС в штатном режиме. Наш телеканал продолжит следить за ситуацией в жилом комплексе «Солнечная система». Продолжение следует...